Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение карьеры за Барселону. Сегодня у нас последний выпуск, именно, так сказать, за Барселону, потому что следующие у нас выпуски будут выходить по чемпионату Европы. Не знаю, ну, один выпуск уж точно будет следующий, это групповой этап, выйдем или нет, будет, естественно, только в следующем выпуске. Сегодня мы завершаем чемпионат Испании, в сегодняшнем матче, если мы обыгрываем, да даже если не обыгрываем Асасу, мы уже становимся чемпионами, нам выручат наш чемпионат, кубок этот, и будет также финал Лиги Чемпионов сегодня. Я сегодня, наверное, сыграю первым составом против Асасуны, вторым против Депортивы, и будем готовиться к матчу с Сити. Так, у меня не готов состав первый, потому что он играл с Валидолидом, значит, будем играть сейчас вторым составом, дальше, наверное, тоже будем вторым, и вот как раз с Манчестер Сити мы сыграем первым. Итак, играем мы дома, домашний стадион, ясно, на стадионе это замечательно, по рейтингам, что у нас здесь? Да никто сильно-таки не прокачался дальше, не помню, Дембеле был в 87-м или нет, ладно, поехали. Итак, замечательный стадион Камп Ноу, наверное, будет полный аншлаг, так как все, наверное, в СМИ написали, приходите на стадион, сегодня будет вручение чемпионата Испании, мы стали обладателями за два или за три тура, ну, получается, в третьем туре после, за три тура, можно так сказать, мы закончили, это уже стало известно в конце, вот, но сейчас все-таки два тура осталось, мы начинаем, доигрывать все равно это нужно, но сегодня будет также вручение, наверное, все-таки без разницы, победим мы или проиграем. Миранчук на Сауля, замечательно. И Федор Чалов на шестой минуте за штрафной вроде как пробивает в самую девятку, и это, наверное, ну, сейчас, на данный момент, это чемпионский гол. Либо в прошлом матче все-таки он был, это Месси забил, что стало уже точно известно, но, наверное, все-таки будем считать, что Месси, да, забил золотой этот гол. Посмотрите, как Сауль еще замечательно отдал и за штрафной в самую девятку забивает Федор Чалов свой тринадцатый гол, ну, замечательно. Чалов на Артура, и Артур делает счет 2-0. Замечательно, 17-я минута, Артур забивает второй мяч Барселоны в сегодняшнем матче, ну, и замечательно, мы уже точно теперь даже уже становимся обладателями в хорошем отрыве, не догонит нас уже даже Атлетика, ну, хорошо здесь сыграли все, и Чалов записывает на себя голевую, ну, и хороший удар справа на гео Артура, это его пятый мяч в чемпионате. Спасли сейчас этот момент. Дембеле, подача, Пике сейчас снова Малка забивает. И Миранчук все-таки добивается этого. Не с игры, так с углового, с такого вот получилось разыграть, и отлично. Миранчук, между прочим, заработал этот угловой, с которого и забивает. Отлично. Классно здесь подача была, хорошая передача. Ну, и Миранчук забивает свой одиннадцатый гол в чемпионате. Отдает на Чалова. Чалов, какую конфетку забивает Федор Чалов, а? Дубль в сегодняшнем матче. Ну, сегодня заслуженно будут игроки чествовать эту победу. Тем более, и отдых дают там, кстати, неплохой, больше недели. Там 8 дней вроде. Следующий, ну, через 8 дней у нас будет следующий матч. А последний против Депортива. И как сейчас Чалов замечательно в касании. Ну, здесь вот подработал, да, и вторым касанием переводит. Хороший подкрученный удар. Ну, и забивает Федор Чалов свой четырнадцатый мяч в чемпионате. Есть еще время, кстати, забить хэтрит, но посмотрим. 4-0. И все. Разгром Барселона до Сосуны. 4-0. Дубль забивает сегодня Федор Чалов. И все. Это чемпионский был матч. Именно сегодня все и решилось. Сегодня будет вручение, скорее всего, раз вот уже и фотографы повыходили. Чалов, естественно, лучший игрок, скорее всего, в матче. Он там и голевые отдавал, и дубль забил. Расстроены игроки Сосуны. Я не понимаю, почему все-таки не они боролись здесь за чемпионство. Не вылетели, да и слава богу, наверное. Но, может быть, и вылетели. Ну, и честное у меня сейчас пойдет. И Жерар Пике, игрок, который из второго состава, между прочим, будет поднимать сейчас трофей. Он играл в первом. Но его выяснил именно, если я ничего не путаю, Умтити вроде как с Ля Порте играли в стартовом составе теперь. Ну, вот они все игроки. И Торстегин там, и Лионель Месси. Но поднимать будет капитанище на Жерар Пике. Тишина на трибунах. Барселона становится обладателем чемпионата Испании. Кубок Испании мы тоже с вами выиграли. И суперкубок. То есть мы выиграли все, что можно было выиграть в чемпионате, так сказать, в Испании. Вот. Теперь у нас остается только Лига Чемпионов. Ну, и там последний матч еще против Депортива. Уже ничего не решающий. Ну, и замечательно. Вот. Болельщики Барселоны остаются на трибунах. Потому что будут они честовать вместе с Барсой эту победу в чемпионате. В каком бы клубе мы, друзья, с вами не работали, что Краснодар, что Ювентус, что Барселона сейчас, мы в каждом клубе выигрывали чемпионат. Это попрошу заметить. Выигрывали мы кубок страны только вот с Барселоны и с Краснодаром. С Ювентусом мы, к сожалению, не выиграли. Суперкубок мы... Ну, в Краснодаре это невозможно было. Потому что не было там Суперкубка России. Но мы бы, естественно, выиграли. Мне кажется. Вот. Что еще? Еврокубки мы выигрывали со всеми командами. На данный момент пока что это с Краснодаром, Лигу Европы и Лигу чемпионов с Ювентусом. Так что сейчас будет интересно, получится ли у нас именно с Барселоной выиграть чемпионат. Ну, Лигу чемпионов, чемпионат мы выиграли. Все замечательно. И кто все-таки лучший игрок? Чалов, естественно. Там у него оценка 9 с чем-то. Нет, Миранчук. 9,5. А у Чалова 9,4. Голевая. Я вообще не понимаю, как сейчас это работает. Посмотрите, у Чалова дубль плюс 2 голевые. У Миранчука 1 гол и 1 голевая. Я просто вот это вот не понимаю. Ладно. Потом это с вами обсудим. Ну что же. Чалов стал героем, да. Хотя не стал лучшим игроком. Барселон не проигрывает уже на протяжении 37 матчей. Весь чемпионат мы просто, друзья, с вами не проигрываем в чемпионате. Это просто замечательно. Так, 105 очков у нас. Атлетико не доиграли еще свою игру. Терштеги на 92 рейтингом становятся перед финалом Лиги Чемпионов. Это замечательно. Спасибо всем тем игрокам, которые перешли к нам, которых мы покупали. Спасибо всем тем, кто написал в комментариях, каких игроков нам все-таки покупать было. Канте я сам покупал. Так что за него благодарности жду в комментариях, что вот хорошего полузащитника купил на замену Бускицу Видалю. Сборная России, да, давайте. Мы вроде все с вами, друзья, сделали здесь. Так что отправляем нашу заявку. Сборная России готова. Ну и в день моего рождения, 24 мая, у нас сейчас будет последний матч на выезде против Алавеса. Так, а что тут по международным? Италия, например, объявила. Тут по нашим соперникам никого здесь нету, я вам так хочу сказать. Может быть, давайте пробежимся по составам, посмотрим, каких наших игроков добавили. Из сборной Италии здесь я смотрю. Кстати, Кришета, вот это мне интересно. Но это наша бывшая все-таки сборная, мы на чемпионате мира дошли с ними до четвертьфинала. Таких прям вот Балателли вызвали в сборную в Голландию. Сельсен наш бывший игрок. Что здесь еще? Делиг тот вижу. Де Йонга вызвали, естественно, в сборную Голландии. Ну и нападение. Ясно. Сборная Франции. Так, 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 так. Ленгле вызвали отлично. Ля Порте вызвали. Умтити вызвали. Замечательно. Так, Канте вызвали. Ну и здесь что у нас? Гризмана и Дембеле. Кстати, Дембеле вызвали тоже, но это замечательно. Защитники сборной Испании. Хорди Альба, Пике. Ну а больше у нас и не было. Бускетс, бывший наш игрок, вызван в сборную Испании. Хорошо. Сауль вызван. Кстати, единственный наш полузащитник из Испании, который именно вызван. Сауль. Вот. Ну и нападения здесь больше наших нет. Германия. Торштеген вызван. Хотя вряд ли будет играть из-за Нуэра. Что здесь еще у нас есть? Да вроде больше у нас и нету немецких игроков. Все. На чемпионат Европы. Все игроки, которых вот у нас более-менее. Ну попозже мы это тоже с вами обсудим. Сейчас список полный придет, кто будет участвовать. Так что мы это с вами посмотрим. Вызная форму. Мы играем против Депортива снова. Вторым станом. Еще и дождь на стадионе. Поехали. Итак, последний тур чемпионата Испании. В прошлом туре, да даже за два матча, за три матча до конца после матча. Я не помню, сколько команды мы играли на выезде. Было уже известно, что мы стали чемпионами. Даже если бы проиграли вот эти последние две игры. Но мы разгромили Асасуну. Вот. И поэтому мы подняли трофей чемпионата Испании после прошлого матча. Сейчас у нас вот, ну да, позиция. Алавес идет на 12 строчке. У нас 105 очков. Можем сделать 108. Ну, мы ни разу не проигрывали за этот сезон. Матч Депортива Алавес против Барселоны. Поехали. Фирпо. Неплохо. Получилось бы сейчас, но нет. И забивает все-таки нам Депортива Алавес. Лаборде пробил. Это очень сейчас обидно. Мы все-таки постоянно с вами насухо играем. Но здесь мы просто не могли создать ни одного момента за эти 34 минуты. Просто все время она сейчас прессинговала именно Депортива. И все, друзья. Наше первое поражение за сезон. Это последний тур был. Я просто не понимаю. Я уже там и Месси выпустил. И Гризмана. Ничего не получилось. Они просто не давали пробить. Вы понимаете? Вот. Хоть мы и били, но это Пачека просто все тащил. Обидно, конечно, что не получилось нам сейчас выиграть все 38 матчей. Не проигрывать, точнее. Итак, призовой фонд. 146 миллионов евро будет добавлено. Игроки, естественно, все поуставали там. Ну и у нас 30-го. Замечательно мне еще подарок игроки сделали на день рождения. Так, а кто у нас здесь решил больше не качаться? Чуми. Почему? Вроде Чуми же стоял. Итак, 30-го мая у нас финал Лиги Чемпионов. Лучше сейчас там бомбардир Санне. 10 мячей как раз из Сити. И Гризман с 7 мячами. Может быть, если Хитрик забьет, догонит. Ну и сейчас очень важная игра. Финал Лиги Чемпионов все-таки. И все, друзья. Настал этот матч. Мы готовы нашим первым станом выходить. Месси капитан на сегодняшнем матче, естественно. Так, Дельонка. Ротация очень важна, скажем. Мансити. Нельзя недооценивать. Все. На все комментарии мы ответили, как нужно было. И мы готовы. Играем на нейтральном стадионе. Ну, тут мы как бы как гости почему-то. Но мы будем играть, естественно, в домашнем. Чего этому? Ататюрка. Олимпиад Стадиум. В Турции мы играем. Поехали. Итак, друзья. Разминаются игроки Манчестер Сити. Мы видим здесь Куна Гуэро. Бернардо Сильву. Кевина Дебрюйна. Потом спиной стоит. Плохо его видно было. Может быть, Родери стоял. Но вот они наши. Канте. Кстати, что-то он высокого роста именно. Вы посмотрите. Он прямо на уровне Месси там. Нет, ну сравнил, конечно. Он ростом с Неймара сейчас там был. Но мы начинаем финальный матч Лиги Чемпионов Сити против Барселоны. Поехали. Гризман передает на Канте. Канте. И. И Жезус забивает в финале Лиги Чемпионов своей бывшей команде. Естественно, он не празднует этот мяч. 11 минута матча. Хорошо сейчас с острого угла добивает Габриэль Жезус. Ну и замечательно. Как сейчас все сложилось. Не получилось здесь забить Гризману. Но вот с такого угла. Вы просто посмотрите. Очень острый был сейчас угол. Пробил как-то Жезус. Получилось. У него рядом со штангами я сейчас был внутри. Ну и Гвардиол, естественно, расстроен. А не стоило нам продавать Жезуса тогда. Жезус очень хорошо у нас выступает. Как в Лиге Чемпионов, так и в Чемпионате. Все развиваться. Куна Гуэро с мячом. И все-таки сравнивает Манчестер Сити. 19 минута. Терштеген пропускает. Здесь Юм Тити как-то непонятно сыграл. И почему-то Гуэро сейчас празднует просто в полном одиночестве. Как будто... Ну так, наверное, и будет после того, как выйдут футболисты с карантином. Будет именно так празднование и происходить. Штрафной. И вот отсюда-то сейчас будет пробивать Месси. 18 метров, друзья, до ворот. Месси, естественно, сейчас забьет, я надеюсь. Так. Ну давайте. 1. Гол Леонеля Месси со штрафного. 2-1. Мы выходим вперед. И это замечательный гол аргентинца. Не только Куну Агуэру забивать нам в финале. Месси тоже умеет. Со штрафного забил. Слабенько я прям дал. Я думал, сейчас не залетит. Но тут все-таки и расстояние такое. Поэтому очень хорошо здесь. Практически дотянулся Эдерсон. Может, и дотянулся, кстати. Я что-то не знаю. Ну и хорошо забивает Месси. Прямо над стеночками мяч. Аккуратно пролетает. Нет. Нет, все-таки дотянулся Эдерсон. Но, скорее всего, там уже, когда он был мяч в воротах. Ну и Месси забивает второй там гол свой, да. В Лиге Чемпионов. Все замечательно. Предыдущий, кстати, он забил вроде как Тоттенхэму в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Первый свой мяч. В Лиге Чемпионов. Да даже сейчас, и просто посмотрите, два удара. Штангу во вратаря Неймар. Но это просто сейчас фейл была. Бежать, бежать Альба. На Неймара. И тут Жезус забивает этот дубль Габриэля Жезуса. И он снова не празднует. Вот так вот. Гвардиола сейчас кусает локти, потому что он продал Жезуса. И как замечательно сейчас пушкой просто зарядил Габриэль. В финале забив дубль. Тем более своей бывшей команде. Неймар замечательно здесь навесил. Ну и просто посмотрите. С района 11-метровой отметки под самую перекладину. Заколачивает Габриэль Жезус. Это просто суперский гол. Но такое вот просто не повторяется, друзья. Практически как гол Зидана в финале Лиги Чемпионов. Ох, как тут Неймар. Ой. Габриэль Жезус с Гризманом отпраздновали оба. Бак произошел. Прям такой же вот как и гол Зидана в финале Лиги Чемпионов Байеру. Просто не повторяется. Барселона уверенно обыгрывает Манчестер Сити в финале Лиги Чемпионов. Забили сегодня дубль Габриэль Жезус. И Месси забил со штрафного. Вот. Жером Боатен, которого купили, наверное, на замену Ля Порте. Расстраивает, естественно. И Барселона выигрывает эту Лигу Чемпионов. Очень давно они не выигрывали. Не выходили в финал Лиги Чемпионов. И Месси просто может ставить уже окончательную точку. Забив со штрафного финале ЛЧ. Сегодня он поднимет этот трофей. Барселона очень долго ждала, что именно Месси принесет эту победу. Но, можно сказать, принес эту победу сегодня именно Жезус. Который уже где-то там на пьедестале, да, празднует. Но поднимать сейчас будет именно Лионель Месси. Болельщики Манчестер Сити почему-то остались на трибунах. Наверное, это все-таки, так сказать, нейтральные болельщики. Хотят тоже увидеть, как будут праздновать. Но тишина на трибуне от Аттюрк Стадиум. Месси поднимает кубок. Все. Барселона становится обладателем Лиги Чемпионов. Два года подряд, можно так сказать, потому что мы один год все-таки пропустили после Чемпионата Мира карьеры за Ювентус. Но в двух клубах подряд мы выиграем Лигу Чемпионов. Так сказать, не тренировали мы Ливерпуль в прошлом сезоне, поэтому они и выиграли. Но, друзья, пишите в комментариях, за какой клуб нам начать следующую карьеру. Мы делали за Краснодар, за Ювентус и за Барселону. Пишите за английскую какую команду, за немецкую, ну и за французскую. Может быть, за эти команды мы все-таки с вами начнем также карьеру. Один сезон мы всего лишь проводим в таких карьерах. Ну и пока что у нас все замечательно складывается. Осталось нам сейчас только сыграть за сборной России Чемпионат Европы, но это уже будет в следующем выпуске. Спасибо всем большое, кто смотрел эту карьеру за Барселону. Вот. Замечательно все у нас сложилось. Барселона выигран Лигой Чемпионов UEFA. Ну и все. Что еще можно сказать? Жезу, скорее всего, лучший игрок финала. Да, 9-4 у него оценка. Ну и вот, Манчестер Сити проиграл в финале Лиги Чемпионов в Барселоне 3-1. Ну и сейчас мы уже с вами будем, друзья, подводить итоги. Это все-таки был последний официальный матч Барселоны в этом сезоне. Это большой шаг для клуба, действительно. Все комплименты заслужены. И Жезус сыграл великолепно. Все, на все вопросы мы ответили. Ну и игрок какой-то там вернулся из аренды. Почему-то именно сейчас, странно. Терш Сегин еще и качается. Там по-моему, Жезус может стать 8-6, кстати. Если немного сейчас потренируется. Так, игрок вернулся из аренды. Туран. Ардат Туран. Ну и 19 миллионов мы получили за победу в финале Лиги Чемпионов. Ну что же, давайте перед самым матчем мы подведем там итоги с Барселоной. Потому что сейчас может еще и Жезус там прокачаться. Он прокачался, кстати. Вот 8-6 получает. Вот. Доведем сейчас до конца всей тренировки. Ну и перед матчем, началом, так сказать, чемпионата Европы, мы подведем с вами все итоги, которые были у нас в Барселоне. Игроки отправятся в сборную. Также давайте и это мы посмотрим. В сборную, ну так я понимаю, Кубка Америка, наверное, будет. Месси отправится в сборную Аргентины. Единственный игрок из Аргентины. Жезус, Неймар, Нета и Артур в сборную Бразилии. Они отправляются. Чалов, Миранчук отправятся в сборную России. Де Йон в Голландию. Кантеля, Портелли, Англия, Гризманов, Умтити, Дембиле в сборной Франции. Сауль, Пике, Альба в сборной Испании. И Терштеген в Германии. То есть все, о которых мы с вами упоминали, они отправляются в сборную. Ну и все на этом. Как я сказал, вы увидели все те, кто будет участвовать на чемпионате Европы. Ну и вот он, последний типа день. Сейчас мы проведем тренировку. Ага, только вот эти игроки доступны. Ну и ладно, давайте их прокачаем. Вон скорость рывков у Переса. Все. Сейчас мы с вами, друзья, подводим итоги. Давайте всех, которых можно прокачаем. Напоследок, так сказать, все равно это толку ничего не будет. Чуми здесь, Акиеми. Ну а на воротах там вроде все они поехали, да, вратари у нас. Можно вот так и посмотреть, кого не взяли. Нападающие у нас все в сборных. А вот они, Каутини, например, не взяли в сборную Бразилии. У тебя бразильцы поехали. Вот. Вратари у нас все поехали. Защитники, они все там. Роберто не поехал. Смеда не поехал. Вот. Ну и все. Давайте подводим итоги. Заканчиваем на этом наш выпуск. Итак. Да, Португалия как раз не будет участвовать на чемпионате Европы. Поэтому и не поехали. Барселона всего лишь единственный матч. Вот этот последний проиграл свой. Но так вы видите все здесь. Атлетика на один мяч больше забили нас. Мы меньше всех, я так понимаю, пропустили. Реал тоже там 21 мяч всего лишь пропущенных. Разница. Мячей у нас самое наибольшее. 105 очков мы набираем за этот сезон. Суперкубок выигран за Барселоной. 2-0 мы обыграли в финале. Боленщу здесь 3-0 обыграли Атлетика. В финале Кубка Испании. Здесь мы проиграли как раз по сезону турнира Тоттенхэму. 2-0. Суперкубок УЕФА выигрывает Ливерпуль. 4-1 обыгрывает Челс. Если мы здесь выигрывали Манчестер-Сити. Ну и встретились бы мы с МЮ в матче за суперкубок. Все. Здесь мы все уже посмотрели. Идем в состав. Это тоже не менее важно. Центр составов. По статистике пройдемся. Больше всех матчей сыграл Леонель Месси. 45 игр. Замечательно. Больше всех мячей забил именно Жезус. 26 мячей. Больше всех ассистов отдал Гризман 20. Больше всех сухих матчей отыграл Терстеген, Альба, Неймар, Семедо по 23. Самым молодым игроком в нашем составе является... Ну, наверное, так сказать, из действующих, которых мы задействовали. Это Аби. 21 год ему. Чуми. Ну и все. Остальных мы прям и не трогали. Так. Давайте вернемся сейчас. Вот сюда так приятнее, можно сказать. Пике и Туран у нас самые возрастные игроки. Туран просто вернулся. Из аренды самый низкорейтинговый игрок это у нас... Аби. Тоже 73, которого мы именно задействовали. Ну и самый высокорейтинговый это Месси. 93. За сезон потеряли минус один. Альба, Месси, Туран, Пике. Плюс один у Рафини, Нета, Канте, Роберто. Плюс два у Каладо. Сауля, Артура, Кукуреллы, Бускит, Семеду, Багуэ, Ленгле, Джейми, Куэнка, Арауджо, Ляпорте, Умтити, Акиеми, Миранда, Терштегин. Плюс три. Дембеле, Табло, Абе, Перес, Де Йонг, Пуиг, Рейс, Чуми, Пена. Плюс четыре. Миранчук, Фирмо, Чалов, Жезус. Плюс пять у Тадибо. Все. Тадибо той самый апнутый игрок. Хотя он у нас, кстати, играл там. Так, самый дешевый игрок из действующих. Это у нас Туран. Ну, мы его не действовали, поэтому Абе шесть с половиной миллионов. То есть, у нас самый вот низкорейтинговый там все такое. Неймар, самый дорогой игрок, сто двадцать миллионов. Хотя вот потерял он там четыре процента от своей стоимости. Все, больше я ничего не могу здесь с вами посмотреть, обсудить. Не хочу я смотреть там лучших бомбардиров. Хотя, может быть, придется. Давайте посмотрим насчет истории трансферов на тех игроков, которые ушли. Абе уйдет в трансферное окно в МЮ. В аренду. Тадибо сейчас играет в аренде. Видаль. 83. Рейтинг имеет. Не знаю, с каким он переходил. Бускетс. 88. Также он игрок Ливерпуля. Оленья перешел в Латсу. 78 рейтинг имеет. Руиз перешел в Шеффилд. 73 рейтинг имеет. В Акью перешел в аренду в Испаньон. Ну, вроде как и был. Не знаю. Ракитич перешел в ПСЖ. 386. Рейтинг имеет. Пенна в Хадонсфилд. В аренду. 67 рейтинг. Рейс в Роял Антверп. Вот такие рейтинги. Ну, в общем-то, их видели. В общем, Суарес, кстати, интересно. 88 в Баварии. Мы, кстати, так и не встретились с Баварией, к сожалению. Ну, ладно. Ладно, давайте так уж и быть. Пробежимся по нашим игрокам, где они бы не участвовали. Смотрим. Лучший бомбардир является Азар. 36 забитых мячей. Наш игрок. Это Гризман. 14 забитых мячей. Но также у Чалова тоже 14. Так что вот наши лучшие бомбардиры. Лучший ассистент. Гризман. 13 голевых. Но Гуэдэш. 21 голевую. Было очень трудно перебороть. Лучшим вратарем является Куртуа. 22 сухих матча. Но у нас-то зато, смотрите, Терстегин и Ненета вместе как раз и отыграли эти 22 матча насухо. По желтым здесь наш игрок нету. По красным должен, наверное, где-то быть. Тоже нету. Замечательно. В Суперкубке Жезус лучше бомбардир и все. Но здесь ничего так больше интересно. Вот именно чемпионат был интересный. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. Они выходят каждый день. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Продолжение следует...